привет в этом видео мы с вами будем строить firecrawl агента я скорее всего пойму если вам ничего сейчас не дает это название firecrawl firecrawl это сервис который позволяет круто парсить информацию в интернете то есть это грубо говоря не просто поисковик а это реальный так называемый скрапер либо парсер либо инструмент который вытаскивает огромный способен вытаскивать огромное количество данных из интернета буквально там за несколько секунд либо минут значит я сюда накидал топ-15 задач для firecrawl чтобы вы приняли решение поняли что вам эта штука обязательно нужна и вам необходимо построить firecrawl агента например чтобы он работал в связке с вашим основным и агентом значит какие задачи выполняет firecrawl агент автоматический сбор статей сайтов с блогов смотрите мы с вами уже строили большое количество агентов которые способны выходить в интернет и искать информацию в интернете но большинство из этих агентов что они делают они либо берут какую-то основную часть небольшую той статьи которая есть и либо перерабатывать всю статью но не дает нам не дают нам всю эту оригинальную статью firecrawl агент он способен не просто найти какие-то статьи в интернете он способен и глубоко проанализировать и вытащить оттуда все данные причем не только с блогов сайтов а из там даже закрытых источников но об этом чуть позже значит смотрите firecrawl агент позволяет автоматический сбор данных сайтов парсинг всех постов с нужных разделов для базы знания обучения телеграм-канала извлечение карточек товаров из интернет-магазина то есть он мы ему и кидаем ссылку на интернет-магазин и говорим ему приступать к работе к работе для того чтобы найти например какой-то товар вытащить оттуда в цены товара название товара описание фото даже характеристики для мониторинга аналитики и ну и либо перенос ассортиментов сбор контактных данных это те ребята которые любят пар сети искать конкурентов в своем городе например найди мне все всех конкурентов как-то правильно сказать например магазинов цветов да и он вытащит вам все спарсит все имейлы все телефоны все адреса компании сайтов каталогов и лендингов это он тоже умеет делать мониторинг изменения на сайта то есть проверяет обновления новые публикации изменения в цены в цене наличие товаров вакансии сбор отзывов и рейтингов нам необходимо узнать что о нас пишут в интернете мы запускаем фары кроу агента и он находит всю ту информацию что о нашей компании нашем проекте пишут в интернете и составит соответственно те самые рейтинги то есть автоматическое извлечение отзывов пользователей оценок комментариев сайтов агрегаторов либо с маркетплейсов анализ конкурентов систематический сбор информации о продуктах сбор расписание событий создание базы вакансий получения прайс-листов и акций сбор анализ таблиц и списков извлечения обучающих материалов сбор изображений создание агрегатора каталогов сбор документов и вложений pdf docs без проблем и презентации подготовка датасетов для машинного обучения то есть у фары кроу агенты реально огромные коле огромные возможности в отличие от обычных там поисков поисковиков типа там перплексти табли или код веб-серч от же пяти веб-серч firecrawl агент на это он делает это как бы круче и лучше там для кого подойдет firecrawl агент там для дизайнеров для программистов у каждого своя задача просто видите firecrawl в чат же пяти он вам соответственно все подробно расскажет кто то кто такие firecrawl агенты для чего они нужны и либо свою задачу можете отправить чат же пяти и спросить с этой задачи справится firecrawl агент или нет моя основная задача это показать как создать firecrawl агента потому что у него здесь есть множество не то что сложности а множество возможностей которые открываются при определенном создании этого агента значит хорошо давайте как раз созданием firecrawl агента мы в этом видео с вами будем заниматься хорошо поехали значит для того чтобы нам создать firecrawl агента нам необходимо для начала зарегистрироваться на сайте firecrawl firecrawl регистрация бесплатная здесь преимущество например этого сервиса парсинга либо скрапинга вот других сервисов том что у них есть бесплатный тариф который можно подкактивировать подключить к публичному api для работы например сервисом n8n то есть мы регистрируемся под этим видео зарегистрируйтесь попробуйте посмотрите задачи эти подходят для вас или нет и дальше уже принимать решение там использовать другие варианты оплаты для работы с firecrawl или нет напоминаю что этот полностью шаблон мыс вы сейчас можете скачать в первом закрепленном сообщении под этим видео либо в разделе с описанием либо в разделе закрепленном сообщении переходите по ссылке попадаете в telegram бот и telegram бот вам подробно рассказывает как вы можете скачать этот шаблон здесь на самом деле есть большое количество тонких настроек для firecrawl поэтому это видео все же я вам рекомендую посмотреть то есть мы можем firecrawl подключить как к самому и агенту для того чтобы он автоматически обрабатывал ту информацию которая нам необходим либо мы можем использовать firecrawl отдельно как поисковик например вот у меня здесь есть запрос найди информацию например об игоре зуевич и и просто вот мы кликаем протестировать чтобы вы посмотрели как это работает и firecrawl рассказывать что вот у игоря зуевича есть youtube канал есть инстаграм есть сайт есть соответственно vk есть telegram да вот он даже мой telegram нашел спарсил спарсил нашел и нашел информацию дальше мы уже можем с конкретно с каким-то инструментом вытаскивать оттуда всю информацию которая нам необходима для того чтобы там не превышает лимит я поставила лимит пятерку это стандартный лимит для поиска в интернете также мы можем ему говорить что найди информацию об игоре зуевич и вот на таком-то таком-то ресурсе например на моем блоге вот давайте возьму игорь зуевич точка ком и попрошу его найти информацию обо мне именно конкретно вот на этом ресурсе на этом сайте нашел какую-то информацию где соответственно упоминается мое имя второй вариант это найти конкретные слова где упоминается например в url сайта то же самое там игорь зуевич ну либо здесь у вас будет там динамический запрос который вы можете искать например смотрите вот он упоминается здесь он упоминается здесь он упоминается даже на сайте складчик такое тоже бывает значит дальше с более с исключает термины например игорь зуевич и мне не нужна информация чтобы он показал на конкретно в инстаграме соответственно он уже убирает инстаграм и дает ресурс кисы ресурсы threads пинтерест youtube 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 мобильная версия youtube обычная версия и и более сложные задачи когда нам необходимо найти например по игорь узелевич у сканк на конкретном сайте например на сайте ютуба конкрет с конкретным словом там не знаю шаблон либо шаблон n 8 и он уже будет искать на ю тубе видео давать ссылки на эти видео с конкретным словом там шаблон где есть в этом видео конкретное слово шаблон давайте вот скопирую ссылку на первое видео и вам покажу что там действительно есть слово в шаблон в названии да вот смотрите так стоп мой канал тестирование продавцов шаблон n 8 и он всю эту информацию нашел то есть он может искать в интернете там большое количество большое количество деталей значит как нам запустить либо создать firecrawl агентом мы можем его создать через ноду htd пире квест я смотрел если комьюнити ноды фары крол есть но последняя дотация фары крол она составляет там восемь месяцев то есть восемь месяцев назад была создана нода firecrawl для n 8 мне кажется что с этого времени уже с этого момента уже прошло большое количество времени поэтому стоит использовать лучше htd пире квест чем чем ту ноду которая есть в автоматическом доступе но скорее всего у нее у нее ограниченный функционал значит мы зарегистрировались на firecrawl нам необходимо сейчас сделать привязку к н 8 н в документации кстати есть прямая ссылка для в той самой ноды firecrawl но еще раз говорю смотрите это нода датировано 8 месяцами назад firecrawl уже появилось большое количество функций которых нет в этой ноде хотя смотрите скачивает ее все больше и больше значит окей мы будем создавать ноду самостоятельно для этого нам необходимо зайти на сайт firecrawl здесь кстати преимущество там от того же то были в том что мы можем посмотреть те запросы которые мы использовали вот с помощью этой ноды вот несколько запросов которые я только что тестил при вас значит создаем свой api ключ изначально у нас будет готов наш api ключ автоматически но я создам новый для теста да окей создала api ключ я его скопирую потом после этого видео удалю для того чтобы вы не переходили по моим api ключом как многие это делают к сожалению хорошо значит дальше я перехожу в документацию firecrown и здесь в документации смотрите есть как раз сразу же несколько возможностей то есть тот самый скрайпер включить с вытаскивать страницы 100 архитектуру сайта поиск в интернете по сайту все это есть значит нас интересует быстрый старт значит переходим быстрый старт и нас интересует qurl то есть мы копируем этот qurl заходим в n8n ноду http request и сюда импортируем этот qurl импорт окей ну и первое что я бы рекомендовал сделать это вот убрать send headers добавить авторизацию автоматическую если мы будем постоянно использовать qurl для этого выбираем header аутентификация и добавляем соответственно новый новый новую авторизацию для этого мы копируем вот эту вот авторизацию и скопируем вот этот вот ключ копируем создаем новый имя выбираем авторизацию а сюда мы переходим в раздел выражения вбиваем такое выражение и это меняем на свой api ключ который мы здесь получили копируем добавляем сохраняем все у нас а ну и переименовываем да соответственно firecrown n8n так что у меня все русский шрифт n8n в сейф сохраняем и за счет этого мы можем отключить вот этот вот элемент и у нас будет фары кроу уже работать полностью значит смотрите у него есть на самом деле несколько возможностей все эти возможности здесь детально описано то есть мы можем добавлять firecrown свои пользовательские строки для того чтобы он лучше искал то есть мы можем добавлять в этот джейсон код больше ограничений больше возможностей для того чтобы он искал например искал по определенному сайту для этого мы вбиваем соответственно url искал по выдавал ответ в определенной разметки имел определенную последовательность то есть все эти возможности мы здесь и прописываем то есть курыри это строка поиска обязательно лимит тебе си это чтобы он сказал например свежий контент language язык страна локация покой он сказал time out и и какие там сайт игнорировал какие сайты соответственно по каким сайтом например искал у меня здесь уже есть полностью настроенная но до пары кролл со всеми этими параметрами вам останется лишь убрать те параметры которые вы не хотите использовать либо убрать либо добавить ну здесь добавлю либо добавить сюда какие-то свои данные которые вы хотите использовать для поиска по с помощью этой ноды то есть это та же самая нода htp request но она уже полностью настроена а не настроена в виде там быстрого старта как нам предлагает это сам firecrown также у них есть playground для того чтобы мы могли дополнить то что нам например необходимо например нам необходимо для поиска чтобы здесь был какой-то запрос тут будет запрос тут будет запрос формат который мы хотим получить например html формат формат вывода данных output но маркдаун и количество запросов например то будет 10 страна страна например language русский страна например россия или по-моему так вот она прописывается нужно посмотреть документация time то есть за какой период данные прошли и дальше нажмем get код и получим соответственно уже готовый кирилл который нам оставим вот кирилл который нам останется просто скопировать также и добавить в ноду htp request уже общую настройку ноты смотрите здесь уже появился наша api ключ и здесь появилось большее количество параметров те параметры которые нам необходимы и так мы можем проделать не только для для поиска а для например скраппинга для того чтобы он анализировал определенную веб-страницу для того чтобы он вытаскивал а мы эту карту карту смыслов с веб-страницы то есть все это находится в достаточно удобном удобном формате также можем фарик ролла подключить непосредственно к агенту и преимущество вот например этого и агента что у него уже введен специальный промпт который позволяет нам не просто быть ограниченными в тех параметрах которые выставлены здесь здесь динамические параметры и динамический агент что это значит это значит что и агент в зависимости от того какой мы запрос отправляем например мы хотим найти информацию с мамо быть beam что он добавит только информация об игре зв abre мы хотим например найти информация об игоря за вичи но на определенном сайте например на ю тубе как я вам изначально показывал но исключить например шорцы мы это прописываем запросе и агент уже формирует этот запрос отправляет fire и крол динамический запрос для того чтобы он искал информацию об игоре зуевича исключал шорцы и искал например на ю тубе по ключевому слову шаблон либо по любому другому ключевому слову слову мы если нам нужно чтобы слово какое-то фраза либо какое-то слово например не знаю слова автоматизация либо из слова игорь зуевич было в заголовок в названии url мы тоже самое про отправляем ему запрос говорим что мне нужно чтобы было слово в url такое-то такое-то и он уже адаптирует соответственно наш запрос под например слова и газе и чн 8n под наш запрос fire qrl то есть он все что мы здесь делали с помощью этих нот вручную здесь вставлен в этом fire и кролл агенте полноценный полноценные правила построения запроса для fire и крол для того чтобы все это не ломалась для того чтобы все это работал плюс показаны примеры выводы например найдем интер в интернете информацию об игоре зуевич и он соответственно отправит парик ролл вот в таком виде запрос давайте вот еще раз потестим найди информацию об игоре зуевич и и он смотрите записывает данные в постгресс наш запрос обращается парик ролл агенту и сейчас нам соответственно расскажет всю эту информацию то есть он сформирует непосредственно для fire и кролл тот запрос который необходим чтобы найти эту информацию в интернете давайте дождемся и вот смотрите вот личный блог вот сообщество вконтакте и его телеграм-канал соответственно ссылка на мой телеграм-канал эти ресурсы статьи посты так давайте чуть увеличим эти ресурсы статьи посты содержит посты о маркетинге стратегии бизнес личном консалтинге можем посмотреть в каком формате fire и кролл получил эти данные и в каком формате он все это выдал то есть мы прям отсюда можем уже взять хорошо ты нашел информацию в интернете давай-ка достанем например блок о маркетинге и достанем всю эту информацию то есть отдельно делать парсинг по той информации которую он достает видите вот здесь был запрос на 5 на 5 источников и он эти 5 источников достал вот канал игоря зуевича twitter url сайта информация то есть description с этого сайта и скриншоты смотрите да вот здесь что мне нравится fire и кролл агенте что он дает еще и скриншот то есть он не просто говорит я нашел информацию он говорит вот смотри я еще сделал скриншот о том что эта информация как бы достоверно видите вот он сделал скриншот моего блога в telegram когда нашел информацию что у меня есть блок в telegram и так вот по каждому элементу дошел достал оттуда какие-то изображения которые мне будут нужны достал оттуда ссылки достал оттуда и все это как бы сфотографировал сказал вот здесь все есть все это смотри поэтому ребят обязательно посмотрите и внедрите такого и агентов аркал агента вся документация по запуску подобного и агента prompt для того чтобы вы могли его подключить к своему к своей системе и агентов все это есть ссылка находится в первом закрепленном сообщении ребят я надеюсь что это видео было вам полезно обязательно подпишитесь на мой канал подпишитесь на телеграм-канал с вами был гарзуевич поставьте мне нравится под этим видео пока